Приветствую всех, а с вами Саша Джиггернаут и сегодня мы поговорим обо мне. Ну как вы поняли вообще из названия, видео называется 50 фактов о Джагере. Поехали! Не смотрите косо на наушник в моем правом ухе, просто тут есть встроенный микрофон и это гарнитура. Ну в коей-то мере заменит мне мою петличку, которую я на днях порвал. И первый, самый главный факт про меня это то, что я за свои 19,5 лет так и не научился плавать. Но меня иногда спасает мой рост, там где другие мои ровесники уже не достают дна, я могу спокойненько стоять на носочках. Я думаю у каждого у нас из детства сохранились какие-то фобии, а у меня их целый вагон. К примеру, я боюсь собак и поэтому я считаю, что кошка это самый лучший друг человека. Также я боюсь высоты, как бы это странно не звучало, мой рост 195, но я не могу смотреть в лестничные пролеты, у меня сразу как-то начинают трястись ноги. Еще с первого класса отец меня учил водить машину. Абсолютно во всех компаниях я был самый высокий. Практически все мои лучшие друзья в будущем будут военными. Я чаще всего опаздываю, чем прихожу куда-то либо вовремя. Моя любимая шоколадка это Несквик. Своим счастливым числом считаю 8, 18, 28, 228. То есть абсолютно любое сочетание, лишь бы там была восьмерка. Несмотря на то, что я в детстве был довольно-таки крупным, я часто болел. До 11 класса я весил 120 килограмм. Блядь, я сам в шоке, а вот как у меня хватило-то воли, чтобы сейчас 80-очку стабильно держать. И как бы мне не нравились зимние пейзажи, лето я все-таки предпочитаю больше. Я не люблю рыбалку и я не смотрю футбол. Что-то слушайте, я вообще какой-то неправильный. Высокие высоты боюсь. Здоровая, а часто болею. Прям какой-то, блядь. Не от мира сего. В детстве и юношестве я был очень-очень закомплексованным. Ну, думаю, понятно почему. Толстенький мальчик, ну, иначе не может. И я не вижу смысла в алкогольных напитках. Но при всем при этом я не занимаюсь на турниках. Нет-нет, я не Миша Малаша. Я не пойду в армию и я абсолютно не злой. Ну, злопадный. Для моей комплектации у меня очень тонкие пальцы и, как правило, очень маленькие кулаки. Ну, наверное, я пианист прирожденный. У меня дома есть очень много спортивного инвентаря, который я просто-напросто не трогаю. Я могу бегать по нескольку часов абсолютно без передышки. Я слушаю абсолютно все, кроме классики и дабстепа. Ну, ну так уж получилось. У меня хорошее чувство юмора. Ну, как я считаю. И шутки, как правило, у меня очень пошлые. Свой личный рекорд я поставил в феврале. Я пробежал около 20 километров, не останавливаясь и без каких-то либо передышек. Я очень люблю мотоциклы. Я хочу научиться танцевать лесгинку. Я хорошо танцую вальс. И ни разу в своей жизни я не пробовал курить. Ни кальяны, ни сигареты, ни сигары, ничего подобного. Я уважаю полицию. И поэтому у меня нет проблем с законом. Максимальная длина моей бороды доходила до того, что я мог коснуться губами. Мне больше всего нравится городской урбан, нежели природа. Я фанатею просто по играм, где присутствует постапокалипсис. Я очень люблю петь. Ой, а танцевать-то как я люблю. И мне для этого абсолютно не нужна выпивка или шумная компания. Главное, что бы я хотел. Я мечтаю получить лицензию на оружие. Я комплексую, когда вижу людей, которые еще выше меня. Одногруппники меня прозвали ТПшкой. Потому что я очень люблю много фоткаться. И дошло до того, что они тоже стали ТПшками. Ну, из-за меня. За всю свою жизнь я прочитал лишь одну книгу. Это детская библия. Я хотел бы работать в мотобате. Ну, а чё? Мотоцикл халявный, бензин халявный, гонки халявные. Мечта! Я больше всего гуманитарий, нежели физмат. Хотя я пошел на инженерную профессию. Я очень сильно люблю выступать на сцене. И не важно, что это песня или какой-то там научный доклад. И я считаю, что в семье должен быть главным мужик. Я не имею каких-то национальных наклонностей. Хоть и часто про это шучу. И два года назад я хотел себе поменять фамилию. Угадайте на какую. Джиггернаут. Чаще всего мои шутки это некое высмеивание, сарказм, не более того. Никакой из политических партий я не придерживаю. У меня часто было чувство дежавю. Я очень боюсь страшных снов, но при этом я люблю смотреть ужастики. А в детстве я мечтал быть актером. Но у меня очень страшная улыбка. Думаю, вы поняли. Борода у меня начала расти еще в седьмом классе. А в восьмом классе я полгода практически не ходил в школу из-за травмы колена. Больше всего мне нравятся белые или серые цвета. Я надеюсь, что я стану еще выше. У меня есть родимое пятно на шее в форме чертика. Ну это если уже только включить фантазию. Примерно через два года я себе забью полностью руки. То есть будут у меня рукава. Большую половину фактов я придумал только что. А вопросов 20 я прочитал вот отсюда. Это то, что мне написал мой подписчик. Надеюсь, вы угомонили свое любопытство. А если будут какие-то еще интересные вопросы, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Ну и на этом мы закончим. А с вами был Саша Джаггернал. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Я ее хорошо обновил. Можете заценить. Я пойду войной на весь мир. Лишь за те глаза застекло. Вы, вы, вытащи меня, мне тесно. Я клянусь, что биться готов. Защитомый... Тот самый момент, когда я закрыл кошку через комнату, тут еще дверь закрыл. И спустя 20 секунд она вышла и накинулась сейчас на мои ноги. Животные, они, конечно, все понимают. У них только языка нет. Ну, язык-то есть. Они просто... Наша речь у них не умеет излагаться. Так они, сучки, все понимают. Вот сейчас тоже я ее накрыл в зале. Но все равно, что-то думаю не то. Что-то у меня, думаю, во время видео кто-то на меня накинется сзади. Да ладно. Вот. Вот сейчас... Вот реально, вот. Чтобы вам не соврать. Я ее закрыл. Серьезно. Такой силой обладать, что уже открывает двери. И смотрите, ей злая какая. Прямо возбужденную комнату. Вот мне ее, я не знаю, придется на балконе уже закрывать, но на балконе-то холодно. А нормально снимать мне киса не даст. Ладно. Пойдем куда-то ее уберем. Лайк не поставил. Сейчас я тебе... Ты че? Не огорчайте кису. Ставьте лукасы, луганские, лукоилы, лойсы, лаваши, лосей. Короче, вот сюда нажимайте. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...